Закончилась ваша конференция, 13-я. Я бы сказала, счастливая все-таки. 13-я, говоришь, не счастливая числа, но оно все-таки... Нет, это цифра только не счастливая для тех людей, которые знают христианские обычаи. Потому что 13-я, это 13 апостолов и сам Господь Иисус Христос. Но вот в Америке вы заметили, что нет, там 13-я квартира, улицы нет и так далее. Да, 13-го этажа даже нет. Это суеверие или что это? Это суеверие, конечно. На конференции вы чувствуете разницу между русскими людьми из разных стран, из России, людей, которые живут в Америке? Вы знаете, как раз вот эти собрания, вот эти съезды, они и утверждают, и подкрепляют понятие, что мы все одной души, одной крови, одного сердца люди. Что выявило у молодежи? Есть это возрождение духовное и вера у молодежи? Или надо что-то еще сделать для того, чтобы поднять веру и так далее, духовность? Ну, я думаю, что в некотором отношении большинство участников съезда, они те люди, которые причастны к церковной жизни. И потому они и собираются вместе, чтобы друг друга поддерживать. Но среди них есть дети, у которых, или молодые люди, у которых, естественно, сбивается чувство неуверенности в вере, неуверенности в значении всего, что связано с церковью. И пребывание на таких съездах показывает им, дает им возможность видеть, что совершенно нормальные люди своего же возраста, своего воспитания, действительно верующие любят церковь и поддерживают духовную жизнь. Каковы итоги конференции? Мне кажется, недостаточно было вот дней с 27 по 24, вот высказалась участница Татьяна из Москвы, сказала, что очень мало времени было, очень была насыщенная программа, мероприятий очень много, и форт Рос, и разные круглые столы, очень много информации, очень много была насыщена программа, и за это время невозможно узнать людей поближе, хотя было очень много знакомств, дружбы и так далее. Я не настоящий участник съезда, я был только причастен к некоторым... Да, но вы организовывали, в чем-то была ваша организация, вот в чем состояла ваша доля, ваше участие в этой конференции? Мое участие было самое маленькое, я присутствовал на некоторых моментах, когда открытие было и на поездках... Ну и ваши впечатления какие? Ну впечатления... Что вы почувствовали, что открытия какие-то для вас были? Я думаю, что у строителей, и в особенности главный устроитель, очень успешно это он уже несколько раз делал, и очень успешно это делал. Кто у строителей? Идея не столько, чтобы к чему-то, к какому-то заключению подойти, а чтобы чувство какое-то хранилось в сердце. Все эти люди, были они на всех заседаниях, или только на некоторых, они все уедут отсюда, укрепленные духовно, церковным богослужением, укрепленные чувством дружбы, которые проходят. Между прочим, на этом съезде участвуют дети, я все говорю дети, но молодые люди, из России, с Украины, из Белоруссии. И все эти люди вместе, вот вы слушаете музыку на... Из Франции, из других странах. И, конечно, те, которые из-за границы, Южная Америка, Новой Зеландия, Австралия, Канада, разные части Америки, разные части Южной Америки. Очень хорошо пели два священника, кто пел, вот канадские из Канады. Простите, надо будет тут нации сказать, я их лично не знаю, я с ними общался, но у меня очень плохая память на имена. Но устроитель этого съезда, отец Андрей Сомер, он замечательную работу сделал, и очень... Организация великолепна, прекрасный фаршет был, угощение было замечательное. Между прочим, моя супруга кормила всех их, с помощью, конечно, нашего сестричества. А кто готовил? Татьяна Олеговна Павленко. Павленко готовил. Большей частью, большей частью другие участвовали, другие группы занимали особые дни. И вот сегодня отец Андрея Сомера устроил вот этот фаршет. Отец Андрея Сомера, организатор главного устроителя этого... Отец, и он же и хозяин русского ресторана. Русского ресторана? Какого ресторана? В английском называется Family... Это в Сан-Франциско тут, да? Нет, нет, это за городом. А, за городом. Вот это отец Андрея Сомера. Пару слов. Русский фэмли ресторан. Русский фэмли ресторан. Ага, очень вкусный. Рекомендуем всем. Будьте добры. Большое спасибо вам. Как вас зовут? Большое спасибо за фуршет. Очень вкусно было. Владимир Сомер, замечательно. Владимир Сомер. И его супруга. Да, и его супруга. Очень вкусно было. А мы устали.